Украинские военные консультируются с Вашингтоном перед использованием системы залпового огня «Хаймарс». Рассказал представитель Минобороны Украины Скибицкой в российском миде. Заявили, что это говорит о прямой увлеченности Вашингтона в боевые действия в Украине. Украина координирует удары системы залпового огня с Вашингтоном. Представитель Главного управления разведки Украинского Минобороны Вадим Скибицкий в интервью британской «Телеграф» Рассказал, что украинские военные консультируются США перед использованием американских реактивных систем залпового огня «Хаймарс». Подробности Вадим Скибицкий заявил, что когда ВСУ используют системы «Хаймарс», они руководствуются информацией, полученной в режиме реального времени. При этом, по его словам, должностные лица США именно информацию для наведения не предоставляют. Но между сотрудниками разведок США и Украины существуют консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любой запуск ракет «Хаймарс», если американцы недовольны намеченной целью. Скибицкий отказался отвечать, используют ли в ВСУ британские или американские спутники при ударах, но отметил, что у них очень хорошие снимки. Также он заявил, что украинская разведка тесно сотрудничает с разведкой Британии и других стран НАТО. Кроме того, представитель Украинского Минобороны утверждает, что все 16 систем «Хаймарс», которые Украина получила от США, исправны. В российской Минобороны США обвинили в гибели мирных жителей Донбасса. Как заявили ведомства администрации Байдена, цитирую, несет прямую ответственность за все одобренные киево-ракетные атаки по жилым кварталам и гражданским объектам. Конец цитаты. На интервью с Кибисков отреагировали и на Смоленской площади. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, цитирую координацию Украины и США «Цели для ракетных ударов», говорят о прямой увлеченности Вашингтона в боевые действия в Украине. Зона боевого командования народно-освободительной армии Китая, но, начиная с вечера вторника, будет проводить стрельбы дальнобольной артиллерии в Тайваньском проливе, а также осуществить пуски ракет с неядерной боевой частью в акваториях к востоку от Тайваня. Об этом во вторник сообщила газета Global Times. Ранее китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителей вооруженных сил страны сообщил, что, начиная с поздней ночи вторника, армия Китая начнет серию операций близ Тайваня. Китайское телевидение также приводит слова представителям Минобороны Китая, пояснившего, что планируемая серия операций – это именно ответные меры на визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Груженный украинским зерном сухогруз Рацони под флагом Сьерлеоне, который вышел из порта Одессы в понедельник утром во вторник в районе 21 часа по местному времени, прибудет к Стамбулу, сообщила Минобороны Турции. Совместное подразделение проверки начнет досмотр судна завтра утром, отмечается в сообщении министерства. Как сообщил ТАСС «Источник» в Анкаре, представители Турции, России, Украины и ООН, входящие в совместный координационный центр, в ходе досмотра сухогруза проверят документы экипажа. Документацию на перевозимый груз проведут осмотр судна, после чего подпишут итоговый протокол. Турбины, необходимые для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находятся в Германии. Об этом во вторник сообщил телеканал НТФАО. По его информации, в среду 3 августа канцлер Германии Олаф Шольц посетит производственную площадку компании «Сименс Энерджи» в городе Мюльхайм-Андер-Рур, федеральная земля Северной Рейн-Вестфалии, где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока». Большая часть работ по реабилитации парка Кускова завершится ко дню города. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ко дню столицы практически весь парк будет готов, ремонт стадиона «Фрезер» завершится до конца года. На текущий момент в Кускове отреставрирована почти половина памятника. В ходе работы специалисты проведут реабилитацию семи прудов, а также очистят большой дворцовый пруд и высадят очищающую воду растения. В парке также обустроят беговые веломаршруты протяженностью более 11 километров и 20 спортивных площадок. Еще 25 самолетов «Фейербас», операторами которых являются российские авиакомпании, внесены Минторгом США в список потенциальных нарушителей меры экспортного контроля. Об этом сообщило во вторник агентство «Рейтерс», со ссылкой на представителей ведомства, передает ТАСС. Речь идет о самолетах А-320, А-321 и А-330, операторами которых, как пишет «Рейтерс», является авиакомпания «Уральские авиалинии», «С-7 Airlines», «Рэд Винкс», «Ямал», «Северный ветер» и «Айфлайн». Власти США рассчитывают ограничить возможность компаний получать запчасти для этих воздушных судов, осуществлять их техобслуживание и дозаправку. Министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак заявила, выступая в частном исследовательском университете «The New School» в Нью-Йорке, что Германия за несколько месяцев сократила импорт российского газа с 55 до 26%. Германия в настоящее время сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти. Однако российский газ потребуется еще как минимум в следующем году. На данный момент страна готовится экономить энергию на фоне сокращений поставок газа. Очередь из грузовиков образовалась на российско-латвийской границе перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Убылинка в сторону Латвии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Псковской таможни. Очередь составляет 120 транспортных средств международной перевозки, говорится в сообщении. Также ведомство отмечает, что на въезд в Россию очередь по-прежнему составляет около 330 машин. Также затруднен пропуск легковых автомобилей, ожидающих разрешения для въезда на пункт пропуска Гребнева. Фестиваль военных оркестра «Спасская башня» пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября. Главной площадкой фестиваля по традиции станет Красная площадь. В фестивале планируют принять участие музыкальные коллективы из Армении, Белоруссии, Египта, Индии и Таиланда. Россию представят оркестры Министерства обороны, ФСО, Росгвардии, МЧС. В качестве специального гостя выступит детский ансамбль скрипачей Луганской народной республики. США готовы обсуждать в России новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3, заявил Байден, отметив, что в обсуждении должен участвовать и Китай. Срок договора СНВ-3 стекает в 26-м году. Почему американский лидер вспомнил о нем сейчас? США готовы обсуждать в России новую систему контроля за вооружениями на замену СНВ-3, которая стекает в 26-м году. Об этом понедельник заявил Джо Байден. Вашингтон надеется на то, что Москва продолжит работу над контролем за ядерными вооружениями, подчеркнул американский лидер, добавив, что даже в разгар холодной войны стороны смогли работать вместе ради обеспечения стратегической стабильности в мире. Байден также отметил, что в обсуждении должен участвовать и Китай, как цитирует государство, обладающее ядерным оружием, комментирует президент Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества Татьяна Пархалина. Но его заявление произошло не на пустом месте, оно приурочено к открытию сегодня в Нью-Йорке обзорной конференции договора по нераспространению ядерного оружия дня. Вообще хочу напомнить, что когда Москва договора СНВ-3, который действительно истекает только в 26-м году, он является единственным инструментом контроля на сегодняшний день. И на самом деле переговоры эти шли по новой стратегической стабильности, по параметрам нового договора, они шли до 24 февраля. И более того, я вам скажу, что даже после 24 февраля, вот на так называемом втором треке, то есть между экспертами, консультации продолжались. Сейчас администрация показывает, что дверь не закрыта для переговоров по разуженческой повестке. Мне представляется, что это было бы важно и России, иметь такой переговорный трек с американцами. Сейчас подходящее время для обсуждения этой темы, учитывая, так сказать, не очень хорошие отношения двух стран. Были уже заявления некоторых российских политиков, что это самое неподходящее время. Ну, если ждать подходящего времени, то можно его, что называется, не дождаться. Но все-таки, учитывая настроение в Конгрессе, как-то странно пытаться о чем-то договариваться с Москвой, со стороны президента США. Может быть, у него есть какие-то в этом внутриполитические интересы? Мы хорошо знаем, что в ноябре выборы в Конгресс, промежуточные в Конгресс. И по замерам на сегодняшний день, ну, демократическая партия не выигрывает, скажем так. Да, может быть, произойдет что-то необыкновенное. И вне всякого сомнения, что через подобные месседжи, подобные посылы, Байден пытается набрать очки перед выборами. Татьяна Пархарина, президент Ассоциации Евроатлантического Сотрудничества. Срок договора СНВ-3 стекал еще в феврале прошлого года. Для его продления администрация Трампа требовала подключить к соглашению Китай. Кроме того, по мнению экс-главы Белого дома, сделка была выгодна прежде всего в России. Но Байден, вступив в конце января в должность президента США, продлил договор. В июне профильный помощник главы Госдепа Мэлори Стюарт заявил, что США хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал России по СНВ-3, а также ввести лимиты на новые типы оружия. Она назвала критически важной задачей включение в рамки контроля тактического ядерного оружия о перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона на фоне обострения их отношений.